Приветствую вас, я вам отвечу исключительно с позиции психологии. Для соответствующего ответа по направлению эзотерики вам, я полагаю, лучше задать свой вопрос именно там. С точки зрения психологии представления о порче являются не более чем архаичными продиктованными иллюзиями и сказками, мифами, которые человек получает из своего детства. Поэтому с точки зрения психологии никакой порчи на вас нет. С точки зрения психологии есть иллюзия того, что эта порча существует как мистическое, такое может даже сказочное мистическое объяснение тому, почему вы в одиночестве находитесь. И как следствие это страх ответственности. То есть вы, находясь в одиночестве, считаете, что на вас порча, и что это кто-то другой, кто-то другой злой приложил руку к тому, чтобы вы были одиночными. Ну, по аналогии, да, с каким-нибудь богом злым и так далее, который накладывает различного рода проклятия на людей или на других существ. Вот. То есть тонкость вся она заключается именно в этом, страхе ответственности. В начале, ну, вот, в первичном своем проявлении, в первичной своей, можно сказать, стадии. Вот. А потом уже идет непринятие себя. То есть вы одиноки и вы не можете находиться в одиночестве. Вам тяжело находиться в одиночестве. И весь вопрос, который, на мой взгляд, является очень важным, ну, может быть даже сказать так, тот вопрос, который является очень важным, это вопрос, почему вы не принимаете себя. Это вопрос, что вам мешает себя принять. Вот именно это, на мой взгляд, и является тем, о чем вам стоит подумать с точки зрения именно психологии, именно с точки зрения психологии. вот. То есть, почему вы не принимаете себя, почему вы не можете быть в одиночестве. И соответственно, соответственно, с чем связана ваша мотивация, ваша потребность быть с кем-то, то есть не быть одной. Вот это тоже, на мой взгляд, довольно важный момент, если мы хотим, опять же, понять, что с вами происходит. То есть, во-первых, откуда взялось представление о порче, как таковой вообще, откуда взялось это понимание. такое вот, что есть, что может быть порча вообще на вас. Вот. И второе, это почему вы не гоститесь с одиночеством. И когда вы перестанете видеть что-то мистическое в том, что с вами происходит, когда вы, когда, если вы будете видеть только реальный мир, без какой-то вот его мистификации, то вам будет в этом контексте гораздо легче действовать и гораздо легче вам будет в этом контексте корректировать свою модель поведения для того, чтобы добиваться каких-то целей. Но, опять же, опять же, это зависит исключительно от того, готовы ли вы к работе над собой, готовы ли вы к тому, чтобы брать ответственность на себя. Ведь потому что вы не берете на себя ответственность, опять же, из-за того, что считаете, вероятно, себя, ну, недостойной того, чтобы нести эту ответственность самостоятельно. Из-за того, что вы считаете, что не справитесь с ней, да? И самое главное, что вы не только думаете, что не справитесь, но вы и делаете, скорее всего, все для того, чтобы не справиться, понимаете? Потому что вам нужно быть в этом состоянии. Почему вам нужно быть в этом состоянии? Какую выгоду вы из этого получаете? Подознательную. Это уже вопрос. Это вопрос, над которым можно работать вместе с психологом. Но пока что, пока что, я рекомендую вам подумать об этом. И особое внимание уделить даже не порчу, в нее можно верить, можно не верить. Это вопрос уже такой. С точки зрения психологии гораздо важнее, если вы будете думать именно о том, что вы из себя не понимаете и почему. Вот это, пожалуй, куда более важно для вас. Почему и что вы не принимаете в себе? Почему вам наедине с собой-то тяжело? А если вы чего-то хотите, ну, например, вы вот говорите, да, я хочу там, допустим, ну, мне нужен мужчина, допустим, чтобы там семью создать. Ну, как бы говорите вы, да? Мы же не знаем, да, в каком контексте вы говорите про одиночество. Например, мне нужен мужчина, чтобы создать семью. Хорошо. Но для чего вам семья? Вы говорите, я хочу там, например, быть любимым. Хорошо. Зачем вам для этого люди, чтобы быть любимым? Почему вы хотите любовь получить от других людей тогда? Понимаете, да? То есть, ваши желания, вот ваши желания, которые, ну, которые есть, которые вы вот, которые движут вам ваше желание, они, наверное, нуждаются в структурировании. Понимаете? Они нуждаются в структурировании в том, чтобы вы сами могли иметь представление о том, что это за желание, о чем свидетельствуют ваши желания, о чем в действительности они свидетельствуют. Вот так вот скажем. Понимаете? Вот это, на мой взгляд, очень важно, если мы хотим, чтобы вы стали на конец хозяйки своей жизни. Потому что, понимаете, как, да? Понимаете, какая история? Вот, допустим, допустим, с вас порчу снимут, да? Но она же может появиться вновь. То есть, вы никак не ответственны за то, что на вас наложили порчу. И вы, получается, никак не ответственны за то, чтобы ее снять. И получается, что вы никак не будете ответственны за то, если опять наложат на вас. Вот подумайте немножко в более глобальном смысле слова. Вы хотите, чтобы так было всегда? Вы хотите, чтобы всегда, как бы, в вашей жизни, да, было что-то, что вы не контролируете? А может быть, может быть, может быть, может быть, вам хочется, чтобы так было? Может быть, вы хотели бы, чтобы вашей жизни контролировалось далеко не все? Это уже вопрос к вам. Это уже вопрос именно к тому, что вам нужно, к тому, чего вы для себя хотите. И кто знает, может быть, если вы скажете, что вот, дескать, я не хочу, чтобы, ну, не хочу нести ответственность, не хочу, чтобы... И только я отвечал за свою жизнь, вот, так, может быть, вам будет легче тогда. Вы будете хотя бы понимать, чего вам ожидать от себя, например. Нет. Вы будете хотя бы лучше понимать, чего вам ожидать от других. Чего другим ожидать, как бы, от вас. Понимаете? Вот. Так что... Этот момент, я полагаю, решать вам. В любом случае. На этом все. Так можно было ответить на ваш вопрос с точки зрения психологии. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.